Ну и, да, вот только что видели сюжет, да, относительно того, какие ужасы сейчас происходят в Российской Федерации. На самом деле, притеснение свободы слова, притеснение всего и уже всему цивилизованному миру понятно, что с этим пора заканчивать, потому что Россия движется, мягко говоря, куда-то не туда. Своему логическому концу, я бы сказала. Совершенно верно. И вот давай об этом поговорим с Олегом Андреевичем Дундой, народным депутатом Украины. Олег Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Слава, доброе утро, Владимир, доброе утро, все зрители. Взаимно, спасибо громадное, что нашли время. Итак, давайте поговорим про Вильнюсский форум. Форум, который довольно-таки важный, собрание людей, которые прекрасно понимают, что Владимир Путин, его эпоха, снова-таки повторюсь, тянет Российскую Федерацию на дно. Но давайте обозначим с самого начала, потом пойдем уже по деталям, что это была за встреча в Вильнюсе. Я знаю, что вы принимали там участие. Расскажите, пожалуйста, вообще в целом, кто были участники и какая была повестка дня. Ну, этот форум, который пытается объединить основных, так называемых, либеральных оппозиционеров Российской Федерации. То есть туда он организован Каспаром, Ходорковским, Невзлиным. Туда, естественно, приехали Гудков, Ерофеев, Эггерт, Киселев, Лукьянова, кстати, известный конституционалист. Достаточно такой интересный срез высшего, там, среднего класса Российской империи, которые были там в 90-х, в начале 2000-х. На самом топе были фактически правлящей элитой Российской империи. Скажите, вот этот Вильнюсский форум, но до этого был, или, возможно, параллельно, вот этот съезд народных депутатов тоже в Польше, в Яблунице, по-моему, да? Вот Илья Пономарев, Дмитрий Ларионов, Гудков, Марк Фегин и так далее. Они параллельны или они, в принципе, взаимопересекающиеся, да? Там вот, ну, они представили себя как одной из легальных, да, вот, так сказать, власть. Потому что Кремль и все остальные, и же с ними, они считаются нелегальными, ну, для вот этих вот депутатов. Так вот, эти два форума, эти две силы, они взаимопересекающиеся, либо они параллельны? Я бы сказал, они конкурирующиеся, даже более того, их там не две, а их три. Есть вот группа Пономарева, назовем так, есть группа Ходорковского-Каспарова, есть третья группа Навального, такая более молодежная, более такая движущная. И они вот эти три группы организовали в оппозиции, в экзиле, организовали конкуренцию, кто из них больше оппозиционеры, кто из них главные оппозиционеры. Постараются каждый на свое собрание, на свое движение притянуть более знаковых лиц и сформировать более, с их точки зрения, более верную повестку дня последующей постпутинской России. Хотя, честно говоря, сказать, я не вижу никакой постпутинской России, я пытался это донести, я вижу пост-Россию, то есть территорию, на которой будут сформированы отдельные государства, и на которой уже Российской империи как таковой не будет. И там, на этом форуме, кстати, у Пономарева такая же история была, мы с ним на эту тему общались, достаточно интересные тенденции. Если еще летом и Пономарев, и форум Ходорковского-Каспарова, ну с Навальным не общались, там бессмысленно общаться, у них всех было такое вот состояние, давайте поменяем царя, мы готовы стать царем и оставить Россию как есть. Вот поменяем царя, и все будет хорошо. Ну и никакой ответственности, естественно. То за последние четыре месяца у них прошел большая динамика вперед, которая для них очень такая грустная, на которой они уже говорят о том, что, и признают о том, что да, наверное, наверное, во-первых, да, ответственность на нас всех. То есть они уже ее не отвергают. Вот эта риторика о том, что ответственен только Путин, у них уже ее нет. Они уже считают и согласились с тем, что ответственны все они и ответственны весь российское общество, без исключения. То есть доля ответственности каждого, она может измеряться, но она присутствует. И второе, они уже пришли к той идее, осознанию того, что Российской империи нет права на существование. Более того, она не будет такой и в тех границах, которые есть после победы Украины. Это будет совершенно что-то другое. Им пока тяжело осознать о том, что Россия это будет небольшое государство, там, Московская область плюс окружающая область, и все остальные уйдут в свободное плавание. Но они уже смирились с тем, что национальные республики по окраинам, как они называют, вполне возможно и, скорее всего, у них отпадут. И они к этому готовы и уже начали говорить о том, что есть правильно. То есть слушать это и вспоминать, что было четыре месяца назад, было достаточно смешно. Вы сказали, что вот эти республики вокруг, не будем говорить на окраине, вокруг Московской области, Московии, они отпадут. Готовы ли к этому эти республики отпасть? Они в курсе? Смотрите, давайте тут разделять. Вот есть история отдельно народа, которому в большинстве своем все фиолетово. По роликам они, ну давайте, как стадо баранов. Не очень поликаретное слово, но это отражает суть движения российского общества. Есть отдельные представители путинской системы, так называемые региональные элиты, которые, в принципе, при наличии возможности, мы там с ними периодически общаемся, в том числе и будем использовать и вот эти вот группы, которые хорошо знают, группы Пономарева и Каспарова. Они понимают о том, что как только появится возможность, то, в принципе, они не против получить свое отдельное государство. И основным аргументом, как это может произойти, приводится распад СССР. Вот давайте честно скажем. Вот сказали бы Кравчуку в 1989 году о том, что Леонид Макарович, через три года ты готов стать президентом независимой Украины. Ну, наверное, бы пальцем на виска покрутил и сказал, какая независимая Украина, я коммунист, глава ЦК партии Украины, о чем вы говорите. А через три года все изменилось. Также и в этих государствах, протогосударствах, будущих государствах, такая же история. В принципе, при поддержке международного сообщества, при гарантиях о том, что их поддержит, признается суверенитет, что им дадут возможность торговать, им дадут возможность гарантии границ и доступа за то, что они сдадут ядерное оружие, оно им не надо. Ну, зачем ядерное оружие Дагестану? Что они с ним будут делать? А вот суверенитет им нужен. Или, например, Калининград. С Калининграда вообще интересная история. То, что мы сейчас начинаем с ним общаться и говорим, хотите независимое государство. Они так чешут у затылка, говорят, ну, мы не знаем эту историю. А когда говорят, а если независимое государство в части ЕС, в окружении вас ЕС, вы должны быть частью этого пространства. О, тогда все меняется, и они уже готовы это дело поддержать. Поэтому в ближайшие несколько лет у нас ожидают бурные события на этой территории. И увидим такой массовый раскол, как был в 1991 году. Олег Андреевич, когда мы обсуждали ЕС, когда мы обсуждали, вот буквально позавчера с Каспаром Невзвином эту историю, они говорили, а как вы это видите произойдет? Я говорю, ну у вас уже начались эти процессы. У вас началась криминализация российского общественного пространства. У вас Пригожин имеет 30 тысяч штыков, которые являются внушительной силой, и которые могут, не то что могут, они будут требовать своей отдельной субъектности и права управлять федеральными округами и естественными монополиями. А сколько и, соответственно, остальные регионы рано или поздно поймут, что власть находится у того, кто имеет ружье, а не тот, кто имеет ФСБ, суды и все остальное. И этот процесс будет лейнообразным. Извините, а вот в других регионах, по вашему мнению, я видел ваше выступление в Вильнюсе, и обратил внимание, что вы четко донесли месседжи относительно того, что нужны новые лидеры, в том числе и в российских регионах, в российских республиках. Вот как вы думаете, лидеры, новые лидеры, лидеры новой формации, есть они в Российской Федерации, те, которые смогут сменить окружение Путина и взять, ну как бы, инициативу на себя? Не имеет смысла бороться за московский престол, за московское царство, за Кремль. За московское, нет, я имею ввиду за свое, если говорить о проавтономной республике. Вы говорите сменить Путина. Путина сменять надо, это нужно уничтожить, это в принципе не должно существовать. А вот Калмытия, Татарстан, Бурятия, Карелия, там мы сейчас занимаемся тем, что мы потихонечку, но пытаемся найти уже в существующей структурах государственных тех людей, тех Кравчуков, тех Назарбаевых, тех Шушкевичей, которые готовы взять на себя ответственность за эти регионы и выйти из этой путинской системы независимое плавание. Опять же, давайте возьмем Татарстан. Когда мы подали постановление о независимости Татарстана, оно находится сейчас в сессионном зале Верховной Рады, масло от Татарстана, вплоть от правящих кругов, о том, что они готовы к независимости. И тот же Миниханов великолепно может откреститься от российского прошлого и стать независимым от Татарстана. И это выгодно и нам, и Европейскому Союзу. Иметь нормального, гарантированного поставщика энергоресурсов без всяких политических заворотов. Кстати, вот то, что Верховный Совет Украины зарегистрировал этот проект в Татарстане, в России как-то отреагировали на это? Кратко, на болотах стоял страшно. Понятно. Олег Андреевич, к сожалению, связь у нас хромает. Но самое главное, мы от вас, к счастью, услышали. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи был Олег Андреевич Дунда, народный депутат Украины. Спасибо. Спасибо.